Друзья, рад приветствовать вас на канале BMR TV. Сегодня я расскажу вам, как сделать своими руками несложный самолет, летающий на резиномоторе. Сразу оговорюсь, в детстве я не посещал авиамодельных кружков, да и потом был далек от всего этого. Моих знаний хватало лишь на простенький бумажный самолетик. Так что это мой первый самолет подобного плана. Никаких готовых чертежей у меня не было, а те поделки, что находил на YouTube, меня не устраивали. Либо из-за их размеров, сложности изготовления или из-за того, что в конструкции использовались дорогие детали. В общем решил сделать все по своим размерам, так сказать от балды, а в процессе изготовления использовал имевшиеся у меня дома инструменты и материалы. Так приступим. Все что нам необходимо из материалов, это две ровные шпажки для шашлыков, три тарелки или же три контейнера из спененного полистирола, одна большая и четыре маленькие скрепки, жестяная банка из-под газировки, пустой стержень от шариковой ручки, пара маленьких игрушечных колес или что-то на них похожее, четыре маленькие бусины или бисер, чуть больше метра рыбацкой резинки. Сняв это видео, а потом и протестировав получившийся самолет, пришел к выводу, что для изготовления лопастей вместо тонкостенной жестяной банки из-под газированного напитка лучше использовать отслуживший свое аэрозольный баллон, например из-под лофоза или же дезодорант. Данная так сказать тарра сделана из более толстой жести, а значит форма лопастей не сильно изменится при наклеивании их на стержень. Также вместо маленьких скрепок, длины которых вам может не хватить, лучше использовать стальную проволоку. Отрежьте от нее заготовки необходимого вам размера. Вот какие инструменты вам понадобятся. Клево-пистолет, супер-клей, строительный нож, ножницы, круглогубцы, пассатижи, мелкозернистая наждачная бумага, надфиль или же напильник с мелкой насечкой, катушка с ниткой, швейная игла, простой карандаш, металлическая линейка и скотч. Сначала при помощи термоклея склеим вместе две шпажки. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Затем с тупой стороны отмерим 275 мм и отрежем лишнее. Эта заготовка станет так называемой силовой балкой, на которую в дальнейшем навесим остальные части самолета. Теперь возьмем большую скрепку, выпрямив ее, сделаем держатель оси винта, а также крючок для резиномотора. Субтитры подогнал «Симон»! Предварительно в балке сделайте надфилем посадочные места для этих деталей. Затем скрепите их с балкой, обмотав ниткой. Пропитайте нить клеем. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Далее сделаем из маленьких скрепок 4 детали, из которых соберем шасси. Повесим колеса. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Получившуюся конструкцию балки ДимаTorzok 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 Аккуратно вырежьте детали по контуру ДимаTorzok 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 Возьмите стержень от шариковой ручки, отмерьте и отрежьте кусок равный 120 мм. Найдите на нем центр, затем насквозь проткните его иголкой. От получившейся середины отмечаем по 7 мм с каждой стороны. Наклейте лопасти на стержень, ориентируясь по разметке. Продолжение следует... Сделайте из оставшейся части большой скрепки заготовку оси винта. Отступите от края этой заготовки 4-5 мм и согните под углом 90 градусов. Вставьте заготовку в центр винта, приклейте получившийся загиб к стержню термоклеем. Далее наденьте на заготовку 2 бисеринки, они уменьшат трение. Вставьте ее в держатель оси винта. Отрежьте лишнее, круглогубцами сделайте крюк. КОНЕЦ КОНЕЦ Осталось сделать крылья нашего самолета и его хвостовое оперение. Для этих деталей будем использовать контейнеры или же тарелки из пененого полистирола. Отрежем от них все лишнее, кроме дна. Если у вас есть мелкопористая потолочная плитка, можете использовать ее. На бумаге начертите данные детали, затем вырежьте их и скотчем приклейте на полистирольные заготовки. Строительным ножом аккуратно прорежьте детали по контуру. Ошлифуйте торцы, придав им обтекаемую форму. Продолжение следует... Аккуратно приклейте к балке получившейся детали, применив для этого клеевой пистолет. Передние части крыльев и хвостовых стабилизаторов должны быть приклеены на 3-4 мм выше задних. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok